Если проблемы кризиса не чувствуют те, кому была выгодна эта заварушка, если бедность в Европе продолжает расти, если социальное неравенство выходит из-под контроля, то такая Европа погибнет. И в этом вы тоже виноваты, госпожа Меркель. На Украине Европа уже потерпела поражение. Страна захлебывается в кровавой гражданской войне. И как же хорошо звучали эти красивые обещания, которые вы делали Украине еще несколько месяцев назад. Вроде как немецкое правительство хотело поддерживать те силы, которые были за демократию, свободу и за Европу, и те, которые против олигархов, бедности и коррупции. Сегодня вы поддерживаете правительство, в котором четыре министра принадлежат националистической партии, которая открыто выступает против евреев и русских. Правительство, которое этот конфликт по-настоящему разожгло, и сегодня ведет жестокую войну против своего же народа. Вы поддерживаете президента, который свою предвыборную кампанию провел за свои же наворованные миллиарды, и при помощи своего телевидения. Олигарх, который ничем не отличается от Януковича с его коррупцией, гангстерскими методами и сомнительными делами. И, кстати, он же был и его министром. И чтобы за это вам не было стыдно, вы обманываете общественность о том, что действительно происходит на Украине. Вы скрываете, что богатые украинские олигархи, так же, как и военные главари талибов в Афганистане, финансируют свои частные армии. Скрываете, что они без стыда грабят страну, в то время, как большая часть населения живет в угнетающей нищете, нищета, которая только из-за предписанных Европой и МВФ сокращений будет дальше увеличиваться. Вы скрываете, что вооруженные группы бойцов правого сектора, как и прежде, находятся на Майдане. То, что представители партии левых во многих частях Украины не могут безопасности за свою жизнь и здоровье выходить на улицу. И то, что правительство, вместо того, чтобы разоружить этих мародеров, нацистских группировок, запретили коммунистическую партию. Убийство более 40 мирных жителей в Доме профсоюзов в Одессе, которыми этими правыми подожжен, и в котором заживо сгорели люди. Это, к сожалению, не русская пропаганда, а страшная реальность. Реальность, которая с нарисованной вами картиной, открытой, открытой всему миру, проевропейской Украины, ничего общего не имеет. Небезответственно ли это? Правительство, которое так открыто элементарные принципы демократии нарушает, да еще при поддержке миллиардов от Европы, не было бы лучше поспособствовать тому, чтобы наворованные миллиарды олигархов наконец-то вернулись жителям Украины. Этих денег достаточно, чтобы решить финансовые проблемы Украины. Покончить с олигархами и коррупцией, демократия и улучшенное социальное обеспечение, это были изначальные требования Майдана. Их нынешняя власть в Киеве полностью их предала. И вы тоже предали их, госпожа Меркель, тем, что вы поддерживаете эту власть. Тот принцип, который действует в Евросоюзе, этот принцип должен действовать и на Украине. Только если люди имеют перспективу социальной жизни, то и перспектива будет у этой страны. И первое условие для этого – это окончание гражданской войны. И если я вижу, что новый президент даже не пытается остановить эскалацию конфликта, он не хочет говорить, он не хочет переговоров. Он хочет безжалостно применять военную силу, хотя весь опыт показывает, что в гражданской войне нет быстрых побед, а только бесконечное кровопролитие. И поэтому, госпожа Меркель и господин Штайнмайер, если после этих всех провалов вашей демократии на Украине вы хотите вернуться к ответственной внешней политике, то надавите на Порошенко, чтобы он остановил войну против своего народа и открыл путь к переговорам и перемирию. И потом вы можете это уверенно и Путину сказать, и оказать на него давление. Но в этом случае нужно серьезно относиться к законным правам всех сторон. И именно этим Запад годами преступно пренебрегал. Сегодня это видит даже бывший министр обороны США, Роберт Гейст, то, что расширение НАТО на восток было ошибкой. Ошибка, которая, по словам Гейста, цитирую, похоронила цели Альянса, и то, что русские считают своим национальным интересом, безответственно игнорировала. И также безответственно, в артикле 10 договора Ассоциации Украины с ЕС, в котором Украину к общественной политике военной безопасности Евросоюза присоединяют, и этим самым фактически к сотрудничеству с НАТО присоединяют или хотят присоединить. И также безответственные, абсурдные дебаты о санкциях, которые только ухудшают отношения, санкции, которые способны существенно навредить немецкой и европейской экономике. В то время, когда американские нефтяные и газовые концерны давно уже смеются и потирают руки. Мир и безопасность в Европе невозможен без России. И тем более против России. И поэтому правительство Германии обязано однозначно и решительно выступить против пугающей военной политики Обамы и объявленного размещения войск НАТО в Восточной Европе. Нам не нужны очередные военные провокации. И нам не нужно еще больше оружия в этом переполненном оружием мире. И те, кто через сто лет, ровно через сто лет, после Первой мировой войны, и кто после ужасов Второй мировой войны, все еще подумывает, фантазирует о реальной войне в центре Европы. Я должна сказать, что он болен на голову. И его надо посадить за решетку. И не важно, как его звать. Обама, Размусен, или как там их еще звать. И поэтому, госпожа Меркель, освободитесь, наконец-то, от этой зависимости, от военной политики США. И постарайтесь по возможности совместно с Францией сделать так, чтобы Европа отказалась от обострения конфликта. Французский историк Эммануэль Тодт сказал о Германии следующее. Цитирую. Эммануэль Тодт, на случай, если вы о нем еще не слышали. Можете почитать, если интересно. Цитирую. Неосознанно немцы сегодня берут опять на себя роль, приводящую к катастрофе для других европейцев. И в один прекрасный день и к катастрофе для самих себя. Если вы это выражение как оскорбление оцениваете, то мне вас очень жаль. Госпожа Меркель, немецкая европейская политика один раз уже принадлежала другой традиции. Она принадлежала традиции, по которой была основана. Через братский поцелуй Шар де Голя и Конрада Аденаура в Елисейском дворце, через рукопожатие Гельмута Коля с Аронс над гробницей Верде и через преклонение Вилли Бранта в Варшаве, который он навсегда Германию обязал бороться против ненависти к евреям и расизма на всей планете и показал символический дух восточной и мирной политики. Присоединитесь наконец-то опять к этой традиции немецкой и европейской внешней политики. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.